Госсекретарь Антони Блинкин сегодня посетил Израиль. Его месседж получился довольно четким. США будут поддерживать него и дальше. Об этом он рассказал в своем еврейском происхождении. Также он рассказал о своем ужасе от нападения Хамаса. По его словам, необходимо внести моральную ясность и осудить жестокости Хамаса, которую он, как и премьер Израиля Нетаньяху, сравнивает с жестокостью ИГИЛа. Блинкин пообещал Израилю больше боеприпасов для укрепления противовоздушной обороны. Но сирийские СМИ сегодня сообщили, что Израиль атаковал аэропорты в столице Сирии, Дамаске, и в втором крупнейшем городе страны Алеппо, как утверждает Госрадио ВВС Израиля, нанесли удар по взлетным полосам аэропорта. Пострадавших нет, о масштабах повреждений пока тоже нет никакой информации, однако есть косвенное подтверждение. Сервис Flightradar зарегистрировал разворот самолета министра иностранных дел Ирана, который летел в Дамаск, но вернулся обратно в иранскую столицу Тегеран. Однако до сих пор непонятно, будет ли, когда начнется военная операция Израиля непосредственно в секторе Газа, если говорить о ее наземной части. Мы знаем, что сейчас активно собираются войска именно на границе Израиля с Анклавом, а также концентрируются большие объемы армии на севере, на границе с Ливаном. Будем разбираться. С нами на связи Дмитрий Дубов, главный редактор 9-го канала. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. Дмитрий выходит к нам в эфир напрямую из КНЕСЭТа. Расскажите, пожалуйста, какие последние новости есть, которые касаются непосредственно наземной операции Израиля в Газе? Это самая горячая новость этого дня. Ну, она еще не началась. Это понятно. Я здесь нахожусь в парламенте в НАРТОМ по той причине, что сегодня у нас создается новое правительство, новое, расширяется правительство, если объявляется такое правительство чрезвычайного положения на военный период. Ну, и по закону необходимо, чтобы парламент это все-таки утвердил. И поэтому сегодня официально еще КНЕСЭТ на парламентских каникулах в связи с праздниками. Да, так вот сегодня чрезвычайное свидание, на котором будет официально утверждена эта коалиция, приведены к присяге нового министра. А также, и это тоже того требует закон, премьер-министр должен будет провести решение о официальном объявлении о состоянии войны, в котором мы находимся. Но этого решения впоследствии финансово-экономическом плане понятно, что война – это не только боевые действия. Это вот та причина, по которой я нахожусь сегодня здесь в парламенте. Мы здесь все же делаем прямые эфиры. Теперь относительно наземной операции – это действительно вопрос. Мы исходим из того, что она начнется. Когда она начнется, это, разумеется, решение военно-политического руководства. Но призыв объявлен, проведен. Все военные техники стянутся к границам с сектором газа. И, пожалуй, единственную... То есть мы исходим из того, что она действительно начнется, вероятность, по крайней мере, очень высока. Но тут начинаются знаки вопроса. Например, что будет на северном фронте, на северном направлении, если у нас начнется наземная операция в секторе газа. Насколько скоординированы КамАЗ и Хирбала? И не рискуем ли мы открытием второго полноценного фронта еще и на севере? А надо сказать, что Кирзбала, по сравнению с Хамасом, это в сто крат превосходящая по своим возможностям полноценная армия, у которой есть десятки тысяч ракет очень высокоточных. Поэтому, конечно, понимаем, что ущерб материальный и человеческий от открытия второго фронта будет в разы больше. То есть этот момент учитывается сейчас при принятии решения. Поэтому, я думаю, в том числе и поэтому пока еще наземная операция не началась. И мне кажется, она, по крайней мере, не начнется до того, как не завершить свой визит. Ну, логично такое положение. Дмитрий, что известно о заложниках, которые сейчас удерживаются террористами на территории сектора газа? Была информация о том, что, возможно, американские спецназовцы могут помочь в этой спецоперации, могут помочь освободить заложников. Насколько я понимаю, их больше сотни человек сейчас. Ну, и в порядка 150, мы точно не можем сказать, сколько там порядка 150 и несколько десятков иностранных граждан, либо туристы, либо израильтяне с двойным гражданством, это тоже пока непонятно. Равно как и непонятно, где они находятся. Логично предположить, что они рассредоточены по всей территории сектора газа. Одно можно, наверное, сказать более-менее уверенно, это то, что они не на земле, а под землей. Я имею в виду ту разветвленную сеть туннелей, которая прорыта под сектором газа, это отдельный город, на самом деле, который используется для ранения и применения ракет, а также для укрытия террористов, которые ведут бои, вот просто выскапиваясь под землю, падая, совершая нападение на израильских солдат и залезая обратно, а там, это отдельная территория, чтобы изучать. Ничего не известно, да? Это вообще очень тяжелая дилемма. Мы мало что понимаем, как совмещать активные выявления и действия, при этом обеспечить им безопасность. Поэтому дилемма, вопрос-ответ на этот вопрос нет. По большому счету, наверное, могут идти какие-то скрытые переговоры, скрытые от посторонних глаз, и это правильно. Ну а насчет американского спецнада, смотрите, наш спецнад тоже, в общем, никому. Тут дело не в возможности, тут дело в развединформации. И именно об этом говорил тот же Антонин Глинкин, например, прилетаем в Израиль, что США готовы поделиться разведкой, ну, если необходимо, и силами тоже. Но по большому счету, главное понять, где они, как вообще это будут позволять, можно ли это вообще сделать, прошу прощения за такой, среди наше строки, если мы начинаем боевую операцию. И после этого к реализации этой задачи приступать, если она вообще, возможно, реализуема. Дмитрий, насколько важна сейчас для Израиля поддержка Соединенных Штатов Америки? Мы уже говорили о том, что Блинкин всецело, собственно говоря, на стороне Израиля, и так будет всегда. Было очень эмоциональное такое у него выступление. Но, тем не менее, важно понять, насколько критичен сейчас американский фактор, давайте так скажем. Ну, тут надо конкретизировать. Вы понимаете, что мы получаем 5 миллиардов помощи каждый год военной от Соединенных Штатов. И, конечно же, без Соединенных Штатов у нас будет все очень хуже, скажем так. Учитывая хотя бы то, что наш знаменитый железный пупол противоракетой, это американские противоракеты, которые нам поставляются, или разработаны вместе с Соединенных Штатами. Кстати, об этом говорил Блинкин. Он сказал, что мы готовы США. Он готов пополнить все наши арсеналы, которые сейчас расходуются, расходуются на то, чтобы защищать жизнь мирных граждан, которых обстреливают каждый день буквально. То есть не проходит и часа без какого-то мощного обстрела. Кстати, стало немножко реже. Видимо, в Хамасе понимают, что эта война надолго, поэтому берегут запасы свои. Но под обстрелом весь играть практически каждый день. Поэтому это очень и очень непросто. Америка наш друг, наш партнер, наш союзник, наш стратегический союзник. И понятно, что в случае необходимости Америка всегда поделится с нами военными арсеналами. Но и она же, если примут там такое решение, она может составить нас сферму, с военную операцию, как это, впрочем, неоднократно было в прошлом. Есть информация о том, что у Израиля в силу военной доктрины, можно так сказать, в последнее время его внимание военное было заточено в основном на дроны, на авиацию. И не так сильно развивалось направление, которое касается, например, пехотинцев. Ну и, собственно говоря, наземные операции. Вы не могли бы это как-то прокомментировать? Нет, я считаю, что это ошибочное представление. Да, конечно же, в последние годы, учитывая специфику последних войн, применялась исключительно авиация. Но это не значит, что наши наземные силы ничего не делают. Нет, нет, просто мы не видели их в деле. Потому что мы еще до сих пор, в последний раз, в 2014 году была наземная операция «Все прилиграция». И с тех пор были извлечены определенные уроки, понятно. Я думаю, что в случае необходимости наши наземные силы выполнили свою задачу так, как это вышло. И еще такой вопрос про влияние России. Я попрошу, чтобы он был последний, прошу прощения. Да, последний вопрос, если можно, коротко, конечно. Что известно про влияние России, про ее связи с Хамасом? Многие сейчас об этом пишут, но каких-то авторитетных источников и каких-то авторитетных знаний пока что мы не видели. Или, может быть, вам что-то известное отсчет? Все, что у нас есть, это заявление Путина, который в последнее время участвовал на эту тему, высказываются и периодические тексты Медведева, тоже эпичные, если можно так сказать. Нет какой-то индикации прямой связи или поддержки России с Хамасом. Есть связи, у них есть связь, да, они находятся на постоянном контакте. Лидеры Хамаса периодически очень тепло принимает Сергей Малов. В МИДе называют друзьями, коллегами, я не знаю, как можно назвать друзьями, коллегами, представителей Хамаса, исламского джихада и что это говорит о российском политическом руководстве. Но если применительно точно в этой ситуации, то Россия явно не участвовала, на мой взгляд, все-таки в планировании этой зверской, зверского нападения на Израиль, ну потому что, во-первых, своих проблем достаточно, во-вторых, я думаю, что другие факторы были более значительные иранские, например, а не как не российские. Россия может сейчас риторикой нас бить, но по большому счету, ну да, конечно же, присутствие России в Сирии это всегда тот фактор, на который мы оглядываемся, но если сегодня Цааль, описание себя в Сирии, ответственность впервые, кстати, за то, что он разбомбил взлетно-посадочные полосы аэропортов Дамаска и Алеппо, в тот момент, когда в воздушном пространстве Иран из Сирии находился самолет с иранским министром иностранных дел, то это означает, наверное, что, может быть, мы уже не так сильно смотрим в сторону российского фактора, и, знаете, я вам скажу, что это... Дмитрий Дубов, главред израильского 9-го канала, прямо из Кнесицы. Дмитрий, спасибо, отпускаем вас. Дмитрий, спасибо, отпускаем вас.